Говорят, бумага стерпит все. Особенно это верно, когда она не история. Факты, события, фамилии, имена, даты, архив помнят все. Здесь жизнь нашего города в буквах и цифрах. Это вот архив того большого Ленинского района, который захватывал часть нашей территории. Он существовал до 60-го года, а конкретно наш вот архив, он с 65-го года стал моментом, когда видное стало городом. Многие считают, что работа архивистов скучна и однообразна. Но представьте себе, сколько всего интересного тут можно узнать. А как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Чтобы отсканировать какое-либо постановление из дела, у нас есть визуализатор. В архиве Ленинского городского округа трудится 7 человек. Надежда Юрченко присоединилась к коллективу совсем недавно. В своей профессии самым важным считает внимательное отношение к деталям. Очень внимательно, дотошно, все нужно скрупулезно рассматривать, раскладывать, собирать, когда привозят на новые документы. И также хранить архив. Мы все время каждый раз делаем обработку, то есть инвентаризацию, все время просчитываем, все ли документы у нас на месте, все ли у нас находится в порядке. Сейчас архив принимает заявления в основном через портал госуслуги. Но по необходимости можно записаться и на личный прием. Мы потихонечку начинаем понимать, что, наверное, маловато, потому что в течение последних 10 лет у нас штатная численность не менялась, а количество документов за это время удвоилось, то есть с 30 тысяч до 60. Под хранилище материалов в здании отведено более 200 квадратных метров. Коробки с документами располагаются на удобных мобильных стеллажах. Самые ранние документы, хранящиеся в архиве Ленинского городского округа, это церковно-метрические книги, датированные серединой XIX века. Документы, попадающие в архив, сохраняются не только для истории. Они могут быть востребованы в любой момент. В сравнительно недавно был запрос, по которому мы, к сожалению, не смогли помочь. Но человек все равно благодарен, потому что, по крайней мере, ему подсказали, куда еще можно обратиться, где попытаться поискать, может быть, уточнить какие-то данные. Потому что человек, который никогда с этим не сталкивался, ему сложно сориентироваться в общем информационном пространстве. Но основная масса запросов все же социально-правового характера, касающейся подтверждения стажа работы или заработной платы. Также в последнее время увеличилось количество обращений по земельным и имущественным вопросам. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.